Один из важных и особенных моментов в жизни каждой женщины – это беременность и появление на свет своего ребенка. К такому знаковому событию будущей матери стоит подготовиться основательно, чтобы обеспечить себе безопасную родовую деятельность в течение беременности. Ведь, по словам специалиста Эльнары Крамаревой, только около 20% поступивших проходят обследование до планирования. Я бы хотела, чтобы наши беременные, прежде чем планировать беременность, обязательно проходили обследование, чтобы были подготовлены к этой беременности. Хотела донести до них информацию, что даже режим дня, эмоциональное состояние беременной имеет очень большое влияние. В первую очередь я прошу всех женщин обратить внимание на образ жизни, потому что даже элементарное нарушение жирового обмена, ну как бы ожирение, оно может спровоцировать такие заболевания, как прекламсия, такое осложнение грозное беременности. Эльнара Крамарева рассказывает, что перед подготовкой к беременности женщине необходимо начать вести активный образ жизни. Ходить на плавание, почаще гулять, включить в ритм жизни пробежки, пешие прогулки. Кроме того, очень важно подготовить организм и пройти полное обследование на наличие хронических заболеваний. Основная проблема у нас сейчас в роддоме, да и во всех родильных домах, что женщины приходят необследованными. Я бы хотела, чтобы женщины, прежде чем прийти запланировать беременность, они обязательно проходили осмотр гинеколога. Нужно обследоваться на инфекции, передаваемые половым путем. Сейчас очень много инфекций, которые женщины не обследуют до беременности, но которые дают очень плохие исходы при родоразрешении. Это герпес, это парвовирус, на который наша женщина абсолютно не обследуется, который приводит многим врожденным порокам развитие плода. Ребенок – это большая ответственность не только для матери, но и для отца. Поэтому к этому вопросу и мужчинам следует относиться серьезнее, подготовить себя к отцовству как физически, так и морально. Хотелось бы, чтобы женщины обследовали и своих супругов, потому что у нас в Дагестане, к сожалению, все заболевания, все причины бесплодия почему-то считают, что виновата в этом женщина. Мужчины тоже у нас должны быть обследованы. Желательно, чтобы женщина, которая готовится к беременности, не находилась в помещении, где курят. Исключить курение, употребление алкоголя – это принципиально важно при закладке органов у ребеночка. После подготовки своего организма к материнству особое внимание стоит уделить и эмоциональному состоянию здоровья. Женщины до наступления беременности обязательно должны быть подготовлены психоэмоционально. Как бы это ни было элементарным фактором, но это важно. В свете событий, которые происходят в нашей стране, женщина должна эмоционально быть подготовлена. Она должна пройти психопрофилактическую подготовку к родам. Она должна вырабатывать у себя только положительные эмоции. Потому что если она будет в состоянии напряжения, постоянного стресса, постоянный всплеск негативных эмоций будет выражаться в том, что у нее будет постоянно тонус. Это риск возникновения преждевременных родов. Во время беременности женщина должна ограничить себя от всего негативного, что приносит вред ее организму. Это не только отрицательные эмоции, которые вредят здоровью матери и ребенка, но и несоблюдение обычных правил питания. В последнее время у нас женщины больше налегают на все мучное. Даже вот женщинам, которые находятся в родильном доме, постоянно пытаются донести. Да не несите вы им пиццы, не несите вы этим гамбургеры. Женщина должна принимать больше ягод. Она должна питаться сбалансированно, чтобы у нее в рационе всегда был белок, чтобы у нее были витамины, микроэлементы, чтобы она соблюдала питьевой режим, чтобы она была физически активной. И что беременность – это не болезнь. Нужно к ней готовиться, нужно ее принять и нужно любить себя в этом состоянии. Помимо всего, на сегодняшний день по республике активно распространяются такие вирусные заболевания, как грипп, ОРВИ и многое другое. Если вовремя не обратиться к врачу, вирусы могут вызвать осложнения. В следствии чего, заместитель главного врача по родовспоможению Центральной городской больницы города Каспийска Эльнара Крамурева обратилась ко всем женщинам с просьбой тщательно следить за своим здоровьем. Если у вас имеются признаки воспалительных заболеваний, пожалуйста, уже с первых суток обращайтесь к врачу. Сейчас очень молниеносно протекают воспалительные заболевания, которые сразу перетекают в невмонию. Мы не успеваем даже среагировать. Вроде бы нет основных клинических проявлений, температура всего лишь субфибрильная, но уже на третьи сутки у нас при обследовании выявляется пневмония. Поэтому, особенно во время беременности, я очень прошу избегать людных мест.